Кроме виртуальных сфер обслуживания, досуга и общения, среди любителей всемирной паутины большой популярностью пользуются интерактивные игры и интернет-казино. Порой выигрыши, полученные в результате виртуальных ставок, приносят немалые деньги. Мало кто знает, что в реальном мире сорванный джекпот считается доходом, который подлежит налогообложению. При этом фактом его получения признается не момент обналичивания денег, а момент их поступления на электронный счет. Не стоит забывать, что доходы, полученные физическими лицами в виде выигрышей от электронных интерактивных игр и интернет-казино, подлежат обложению по доходным налогам. Не облагаются по доходным налогам только выигрыши от электронных интерактивных игр, зарегистрированных в установленном порядке. В Республике Беларусь такой игрой является спортлото 5 из 36. Таким образом, всем, кто делал интернет-ставки, выиграл в 2013-м, необходимо предоставить налоговый орган декларацию о годовом доходе. К слову, до 1 марта текущего года письменные отчеты о годовом доходе за прошлый год с отражением в ней выигрыша в электронных интерактивных интернет-играх предоставили только 226 человек. При этом в ряде случаев сумма подоходного налога составила 6-7, а в некоторых случаях свыше 10-15 миллионов. То есть несложно догадаться, какова же сумма выигрыша в данной ситуации. Ну, что хочется пожелать. Играйте и выигрывайте, но не забывайте, что по доходам, полученным вами от участия в играх, необходимо уплачивать подоходный налог. Не стоит иметь проблемы с законом и получать дыру в семейном бюджете в виде штрафа за несвоевременную уплату налога. Предварительную консультацию о порядке предоставления налоговых деклараций по доходам, полученным в виде выигрышей, подлежащим налогообложению, можно получить в налоговом органе по месту жительства. Продолжение следует...